Боевые ракетные комплексы замаскируют по-новому. В Тейковскую ракетную дивизию поступила уникальная машина инженерного обеспечения и маскировки, сокращена МИОМ. Машина, входящая в состав ракетного комплекса «Ярс», была впервые продемонстрирована руководящему составу инженерных войск РВСН и журналистам. Это машина инженерного обеспечения и маскировки. Ее преимущество перед предыдущими комплексами – то, что раньше у нас вообще не было такой машины. Это современное средство, позволяющее совместить в себе многофункциональность и достаточно большой объем выполняемых задач инженерного обеспечения для обеспечения действий подвижных грантовых ракетных комплексов. В ракетные войска стратегического назначения такое инженерное вооружение поставляют для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов. Имеющиеся в составе МИОМ средства маскировки и имитации позволяют не только искажать или уничтожать следы движения колонны, но и накатывать следы ложные. Для этого машина оборудована грейдерной установкой. Иллюзия может быть усилена развертыванием ложного дивизиона. Но это не все. МИОМ также оборудована системой проверки проходимости и надежности грунта и мостов. Для проверки грунта существует пенетрометр – измеритель плотности. А диагностику несущей способности моста проводят с помощью специальных датчиков. Масса одной пусковой установки превышает 100 тонн, поэтому знать, сможет ли сооружение выдержать ракетный комплекс, просто необходимо. Суть данной системы заключается в том, что на середине пролета моста, в данном случае мост трехпролетный, расставляются датчики, которые выставляются по уровню, и с помощью них происходит измерение моста. Когда мост находится в нулевом положении, то есть не под нагрузкой, они измеряют нулевые показатели. После чего загоняется сюда определенная нагрузка. Или мы загоняли имитатор, например, восьмиосный, или КАМАЗ, БМДС. Система снимает прогиб. Можно даже было посмотреть на диаграмме, насколько мост прогибается. После чего имитатор уезжает, и мост восстанавливает свою гибкость, скажем так. Тоже самый сопромат, только в данном случае это все в электронном виде. Жилотек машины позволяет поддерживать автономность расчетного состава из девяти человек в течение трех дней. Здесь есть кондиционер, система отопления и электроснабжения, продовольственный запас, средства связи и навигации. По словам военных, принятие на вооружение миомов позволило сократить человеческий труд затраты в десятки раз. Машина инженерного обеспечения и маскировки миом не имеет аналогов вооруженных силах Российской Федерации. Поставка миомов на вооружение в ракетные войска стратегического назначения Тейковского ракетного соединения полностью завершена. В дальнейшем такие агрегаты поступят на вооружение в Иркутск и Новосибирск. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.